Приветствую всех! Это видеоблог разночтения, новый проект клуба любителей книги города Нижнего Тагила. Это то место, где мы будем с вами встречаться и разговаривать о каких-то новинках, о тех книгах, которые мы уже давно полюбили, о классической литературе, о современной литературе. Мы будем делиться тем, что нас поразило, что нам понравилось и тем, чем бы мы хотели вас заинтересовать и чем бы хотели завлечь. Будем говорить о тех подборках, которые в настоящее время будут интересны для разновозрастной аудитории. И я подготовила к сегодняшнему дню уже несколько книг. Да, они для разных возрастов, но я думаю, что любой читатель, пусть это будет школьник, либо студент, либо взрослый человек, найдет в этих книгах для себя что-то новое, интересное и увлекательное. И первый автор, с которым я хотела бы вас познакомить, это Наталья Евдокимова. Наталья Евдокимова пишет для детей и о детях. Но это и неудивительно, ведь она сама мамочка, у нее двое замечательных сорванцов, парнишек, и ее книги будут интересны поэтому не только для детей младшего и среднего школьного возраста, но и для студентов, для таких же мамочек и пап. И первая книга, с которой бы я хотела вас познакомить, называется «Вроде бы так мрачно и страшно. Конец света». Нет, нет, я не ошиблась. Эта книга как раз-таки для детей, о детях. И я думаю, что она очень-очень понравится именно вашему ребенку, независимо от того, мальчик или девочка. Хотя главный герой здесь, конечно, мальчик. Так, почему эта книга будет интересна? Когда ты читаешь эту книгу, ты попадаешь в некий фантастический, таинственный мир. И эта книга способствует развитию фантазии, воображения именно вашего ребенка. Когда ребенок будет знакомиться с главами этой книги, у него постоянно будет желание рождаться, создать самому что-то новое, интересное и увлекательное. Когда взрослый начинает читать эту книгу, у него возникает ощущение, что он попадает в некую компьютерную игру. И на самом деле это так. Поговорим о главных персонажах. Почему же у нас такое впечатление создается? Главный герой – это мальчишка. Младший школьник. Зовут его Нострик. Такое необычное, удивительное имя. И он в первых главах уже пишет о себе и знакомит нас с собой. Он пишет о том, что он является неленивым человеком. Он пишет о том, что его любимый цвет синий. Что живет он с мамой. И что лучшего друга зовут Фет. Так вот, о чем же эта книга? Эта книга о том, что раз в несколько лет в этом мире, где живет Нострик со своей мамой и лучшим другом Фетом, происходит конец света. И это не какое-то страшное явление. Это обычное, нормальное явление, как смена года. И люди, жители уже привыкли вот в этом фантастическом мире к сменам разных миров и наступлением конца света. И в каждом мире есть какая-то своя жизнь. Например, вот в том мире, в котором они живут сейчас, на сегодняшний день, существуют такие странные, но определенные правила, которые должны все соблюдать. Например, каждый день относится и посвящен какому-то цвету. Например, по понедельникам все должны носить только красную одежду, вплоть до красных, я извиняюсь, трусов, носков и чулков. Во вторник, например, желтую, а потом в день синий, день черный, голубой и так далее и тому подобное. И один есть какой-то день, это выходной, когда люди могут носить разную одежду. И почему они должны соблюдать, спросите вы? Потому что все, что вы хотите сделать в этом мире, он волшебный. Например, загадать такое желание, чтобы вам сегодня снились именно только добрые какие-то и хорошие сны. Либо, чтобы вам приснился какой-то ужастик, вы должны потратить некое Q, вот такую вот денежную единицу. И должны их, соответственно, зарабатывать каждый день. Так вот, соблюдая эти правила какие-то, придуманные в этом таком странном, необычном мире, вы зарабатываете эти Q. Если придерживаетесь вот таким вот, казалось бы, странным правилам. Так вот, когда мир меняется, меняется и правило, и меняется денежный эквивалент. Что же происходит с этим мальчишкой, с этим ностриком, и что происходит с его другом? В какие они попадают нелепые, необычные, смешные ситуации? В принципе, они живут обычной, повседневной, мальчишеской жизнью. Я думаю, что многие узнают в этих двух необычных парнишках себя. Себя настоящего, какие мы есть или какие мы были когда-то в школьные годы. Я эту книгу очень советую не только детям, но и взрослым, и подросткам прочитать. Потому что, действительно, когда вы читаете этот, ни на что не похожий фантастический мир, который придумала именно эта писательница, ведь, действительно, даже сравнить не с чем. Это не Гарри Поттер, это не Таня Гроттер, нет-нет-нет, это нечто что-то такое, чего раньше не было. У вас у самих рождается полет фантазии, воображения, возможно, кто-то захочет написать какую-то картину, возможно, кто-то захочет написать какой-то рассказ или какое-то стихотворение, создать самим что-то новое из-за того, что вы узнаете о тех новых мирах, которые содержатся в этой книге. Вот эту книгу я советую. Конец света. Следующая книга, к которой мы перейдем, она тоже детская. Вот рядом со мной лежит всем уже знакомая такая добрая, теплая, классическая, полюбившаяся всем литература и взрослым, и детям. И, действительно, это мировая литература, это очень ценная литература. И я думаю, что любые родители, любые родители обязаны познакомить своих детей с этими добрыми, милыми персонажами. Все о муми-троллях. Муми-тролли все нам знакомы. И писательница очень добрая, нежная, Туви Янсен. Всю жизнь, 60 лет, она писала о именно этих смешных, забавных существах. И все иллюстрации, которые содержатся вот в книгах, которые выпускаются о муми-троллях, все иллюстрации нарисовал сам автор, сама Туви Янсен. Это неудивительно, ведь она была художником. И изначально не было никакого рассказа, изначально всего лишь был создан образ этого муми-тролля, но он был не милым, не милым нисколько, чуть ли не разу. Это был отрицательный, злобный персонаж. И уже потом, со временем, она решила его сделать из худого, злого, какого-то страшного, клыкастого существа. Такого теплого, доброго, немножечко располневшего, разжиревшего вот такого муми-тролля, похожего на гиппопотама или бегемота. И вот действительно, когда ты проводишь мероприятие и рассказываешь детям об этом авторе и об этой книге, первые ассоциации, которые приходят в голову детям, они называют «Бегемот, бегемот», начинают кричать «Бегемот, это гиппопотам». Если не знают, что это муми-тролля. О чем эта книга? Это книга о семье, о самой теплой, доброй, крепкой семье, которая только существовала в этом мире. Возможно, будет существовать, не знаю, мне кажется, более теплой книги о семье еще не придумали. Здесь такой ответственный, заботящийся о своей семье папа, причем не какой-то лоботряс, он действительно работает, он пишет разнообразные мемуары. Такой серьезный папа с тростью в шляпе, который всегда поможет своим детям и придет на помощь. Это добрая и заботливая мама, которая спасет тебя из любой самой сложной ситуации, ведь с ней постоянно есть ее маленькая черная сумочка, в которой чего только нет. Там и таблетки, и варенье, и лекарства, и даже канат, и косметика, и все что угодно, и теплый-теплый, самый теплый плед, который тебя согреет в самую ненастную и холодную погоду. Так вот, эта книга содержит в себе и какие-то детективные мотивы, и приключенческие мотивы, и развлеченческие мотивы, все что угодно, да, вот такое странное слово я применила. Ну, конечно, издатели разные, и я просто взяла вот эту книгу, где собраны самые первые произведения о мумитролях, вот в таком вот небольшом сборнике. Вот такую книжку я советую абсолютно всем. Так, следующее, что у нас здесь лежит на столе, современный писатель. Еще раз повторяю, взяла эту книгу, издательство может быть любое, и, соответственно, оформление тоже может быть любое. Пытайтесь запомнить название все-таки хотя бы книги, ладно, может быть, авторами с первого раза, но хотя бы название произведения для того, чтобы прийти в библиотеку и спросить эту книгу, либо уж вы, если пойдете в магазин. Автор Дженнифер Макмахан, она знаменита, интересна вот своими такими триллерами, такими детективами, такими сложными, тяжелыми романами, где встречаются нотки мистики и какого-то привидения, призрак. В общем, если вы забьете в поисковите, то синонимами ее произведений будет детектив, мистика, триллер и призрак. Вот такие вот слова. Это не первая ее книга, но одна из самых лучших работ. Написана она была в 2013 году, была выпущена, называется «Так холодно, зима скоро, люди зимы». Вот такое необычное, неоднозначное название и достаточно зловещее. Действительно, когда мы обращаемся к содержанию, с первых строк понятно, что ничего хорошего в кавычках мы ждать не будем. Естественно, это уже не детская литература, это литература для взрослых. Те, кто боится разнообразной ужасы, на ночь не читайте, не уснете. И не из-за того, что вам будет страшно, а из-за того, что вы не сможете отложить эту книгу. И вам всегда будет хотеться узнать, чем начнется следующая глава и почему такой странный и непонятный конец в этой главе, которую я дочитала. Ведь там нет еще конца, следующий, следующий. И вот так я прочитала эту книгу за день. Она не могла меня оставить в покое, я вам тоже всем советую. Все-таки обратимся к содержанию, о чем эта книга. Здесь события происходят в двух временных пластах. То есть это начало 20 века, 1908 год и наше время, современное. События разворачиваются в одном и том же городе, но с разницей в 100 лет. Главные персонажи Сара и Мартин в начале 20 века при страшных мистических и тяжелых обстоятельствах теряют свою дочку. Она погибает. Мартин, отец, был в ужасе и таил себе, конечно, какие-то тайные секреты. Не все мог рассказать о смерти своей дочери, своей жене, как это странно бы не звучало. А Сара не смогла пережить смерть своей дочери, потому что она ее очень любила, она ее очень ждала. У нее долго не было детей, и она решила провести странный нити ритуал. И, возможно, ей удалось возродить свою дочь. Или нет? Или да? Я не знаю, вы возьмете эту книгу и прочитаете, узнаете, что было дальше. И наши дни в этом же месте, в этом же городе девочка, главный персонаж, которую зовут Руди, она убежала из дома тайком от матери на вечерние прогулки. И поздно задержалась и гуляла с парнем, возвращается ночью домой, чтобы никого-никого не разбудить. И тихонечко проходит мимо комнаты своей мамы, мимо комнаты сестры и ложится спать. Не обращая внимания на то, что на кухне горел свет, что дверь была входная открыта. И не обращая на это внимания, она тихонечко легла спать и была рада тому, что мама не заметила, что она пришла поздно ночью. Ну, значит, ей не достанется. А на утро, когда она проснулась, они со своей младшей сестрой не смогли найти маму. Хотя машина стояла в гараже, все ее вещи были на месте, и они стали ходить по домам и опрашивать, никто ли не видел их маму. Нигде не было никаких следов. И дальше события книги, они связывают пропажу матери Руди, главной героини в нашем современном мире, и Сары, которая потеряла ребенка в начале 20 века. Как их судьбы могли пересечься, вы узнаете, когда прочитаете вот эту книгу. Конец книги, возможно, не знаю, можно ли это говорить или нет. Нет, не буду, мы поговорим с вами о конце фильма, когда вы прочитаете эту книгу. Возможно, вы напишите какие-то комментарии по этому поводу. Вот такая книга, я вам советую прочитать. Люди зимы. Что это за люди зимы? Почему такое название? Странно, странно. И на сегодня у нас все. Ждите, пожалуйста, следующих выпусков. Я думаю, что на одном мы не ограничимся, потому что книг достаточно много. Я думаю, что мы сделаем какие-то специальные подборки, может быть, разновозрастные. Но вот сегодня такой первый выпуск. Пусть пробный, но я думаю, что дальше будет лучше. До скорой встречи.